Всем привет, дорогие друзья! Мы с мужем приехали в Теркау Мас и забыли маски в машине. Он пошел за масками. Сейчас принесет. А я стою и его жду. В общем, сегодня у нас день шопинга. Причем будет, наверное, больше Стас шопится, чем я. Ему нужно обновить немножко свой гардероб, купить новый костюм на работу, пару рубашечек новеньких взять. Потому что уже похолодало у нас и в летних рубашках и в брючках летних. Уже не походишь на работу. Поэтому вот так будем обновлять ему гардероб. Не знаю, разрешит он себя снимать, показывать или нет. Стала я возле мусорки, стою. Вообще не знаю, будет он показывать свои покупки или нет. Надеюсь, что его поснимаю. Если нет, пойду мерить сама что-нибудь. Мне, кстати, туфли надо купить. Безумно хочу туфли, лодочки бордового цвета. Вот прям хочу. Кровь вот из носа вот прям идет, как хочу. Не знаю. Человек! Как это? Так снимаю, типа, хочу! И нет его. Привет, стоит Сав Николаевич. Ты взял масочек и нос? Да. Взял? Все, пошли. Я уже всем сказала, что ты сегодня шопишься. Жопишься. Жопишься. Ты будешь показывать жопинг? Нет. Зачем ты эту уродскую маску взял? У меня в ней уши-то сейчас-то специально. Ты красивая. А ты что, обычных небо? Она модная. У меня вот так она уши оттопыривает. Я как урод сейчас буду ходить по ТРК. Ты что, блин? Капец какой-то. Сейчас разрешила снять его в костюмчике. В общем, мы хотим взять вот такой светлый пиджак какой-нибудь. Вот это мне нравится, как все хорошо. Прям первый попавшийся и сразу. У Нинки глаз алмаз. Взять, чтобы носить его с джинсами, с какими-то брюками. И взять еще отдельно прям костюм. Мне вот это нравится очень. Тебе как? Кать? Ты такой смешной в этой маске. Капец. А я носила обычную медицинскую маску у себя в сумке. Потому что у той у меня вот так же тоже уши оттопыриваются. Поэтому я вот так. Мой прикид сегодня вот такой. Уважаемые покупатели, для вашего удобства работает касса в мужском отделе. Зашли в Массе Мадути. Вот такой вот пиджак. Мне вот это вообще нравится. Простой, надо брать. Да, вот это очень хорошо смешно. А вот это тоже. Привет. Это уже Фендерс в самом мире. Мне это очень нравится. Красиво. Это вообще обалденно. Смотрите, какой стиль. Дайте, взять классный. Мне тут нравится. Ты какая-то депутат Станислав. Что, депутат? Нет. Нет, если нет, вот больше всех понравилось. Этот вообще нет. Не твое. Выбрали вот такой костюм. Мне кажется, очень круто смотрится. Да? Отлично. Нам единственное, что нужно. Квартная приедет послезавтра. И мы с ней как раз обсудим. Обсудим под желанием. Мы сейчас поехали перекусить. Народу очень много было в Алмазе. Выходной день. Поэтому мы не стали здесь задерживаться. В общем, выбрали костюм в Хендерсоне. Два костюм. Два. Вот. Не можем определиться. В общем, не можем немножко определиться. Как бы у нас есть... Я просто припарился. Есть предпочтение. Понравился костюм в клетку, который я вам показывала, что мы выбрали. Вот такой серо-голубой какой-то он такой. Но мне кажется, что, допустим, зимой он будет немножко неуместен на работе, допустим, у Стаса. Мне так кажется. Я не знаю, может, я, конечно, не права. Вот. Я думаю, что нужно взять темно-синий. Такой же костюм, только темно-синий. Ну, что там за... Да конь. Конь, простите. Ну, реально олень какой-то. Нет, там такая дырочка вот такая. Он туда метится попасть. Простите, я не забыл, что снимаю. Ну, ладно, бывает. В общем, я за то, чтобы взять темно-синий костюм. Я вообще за то, чтобы взять два костюма. Но проблема у нас немножко в другом. Крой брюк оказался немножко неподходящим по размеру Стасу. То есть, те брюки, которые он носит 50-го размера, они все ему садятся, все хорошо, все идеально. Но в поясе они немного ему малы. Выглядывай, смотри, куда он едет. Немного малы. Нам сказали, что у них... Больше размера уже, соответственно, не сидят в брюке абсолютно вообще никак. Нам сказали, что у них есть портная. Она будет работать только в понедельник. Мы зарезервировали костюмы. В общем, в понедельник придем и с ней обсудим. Говорят, что она может расшить именно вот где там пояс, пятая точка чуть-чуть. Подробности. Посмотрите, как он на меня посмотрел за пятую точку. Видали, видали? Я не за пятую вообще, я просто думаю. Что ты думаешь? Я даже не вникаю, что ты говоришь, не слышу. А о чем ты думаешь? Так, поднимай. Ты меня не слушаешь, негодяй. Ну все, вот, все. Всем пока. В общем, в понедельник приедем, эти костюмы нам оставили, все зарезервировали, за нами приедем. И с ней уже обсудим, что можно будет сделать с брюками, чтобы они сели идеально. Еще были варианты, конечно, сделать смежные костюмы. То есть, допустим, пиджак, те, которые подошли выбрать. Блин, не могу, жарко. Сейчас сдохну просто. Тебе что, правда, интересно, о чем я думал, пока ты говорила? Да, о чем ты думал? Мне всегда интересно, о чем ты думаешь. О чем ты думал, признавайся? Я думаю, тебе это не очень интересно будет. Потом расскажешь? Нет. Я думал о том, как вчера, сегодня ночью Бавария Барселону 8-2 выиграла. Как вчера Спартак выиграл. И ему опять не засчитывали голы. А почему не засчитывали? Потому что там, наверное, были нарушения, правильно? Короче, с костюмом и все понятно, приедем в понедельник. Нет, ну Бавария же круто, вообще унизила Барселону. А мы уже доехали, приехали со Стасом вкусной шаурмой поесть. Самая вкусная шаурма в Челябинске. Сейчас перекусим и поедем дальше. Он, конечно, уже не хочет со мной по магазинам ходить. А я говорю, мы только зашли в два отдела, тебе померили костюмы, и ты уже все. Я говорю, а я? А мне же туфельки надо купить. Я же так хочу туфляшечки какие-нибудь. Я хочу лодочки. Мне даже свистит, видите, телефон? Я хочу лодочки на каблучке, сантиметров так пять максимум, бордовенького цвета. В общем, поедем сейчас в родник. Буду искать в роднике себе туфляшки. Шаурма, шаурма вкусненькая. Еда, я люблю тебя. Я тебя ем, я тебя пью. Еда, я тебя люблю. Как хорошо, что ты моя. Еда, еда, еда. Стас ружет надумай. Сидит и ссыкает, посмотрите. В такие моменты мне хватит. Что в такие моменты? Я не с тобой. Ты не со мной. Люблю тебя. Спасибо. Это очень любезно, с вашей стороны. Ладно, всем приятного аппетита. До родника мы не доехали. Нет, мы доехали. Нет, мы доехать доехали. Заехали, ну-то просто негде было встать. Просто огромные пробки. Все заставлено тачками. И мы так плюнули и подумали, что там капец, как народу. У нас-то есть возможность понедельник, ой, понедельник, говорю. Среди недели до обеда ездить хоть куда и без очередей. Да, до обеда, либо после работы как раз. Но после работы там и тоже люди есть, а не после работы. А с таким графиком, как я, мало кто работает. Ну, поэтому мы подумали и решили, что лучше в будний день съездим. Нафиг надо было. Жесть. В общем, хотела бы вам показать, что получилось. Вот с этой стороны не какого-то цыпленка с халям-аляками нарисовали. А вот с этой стороны вообще какая-то... Ну, что это? Я не знаю, мне кажется, это ужас какой-то. Вот просто я надеюсь, что управляющая компания реально заставит их вот это просто замазать. Или там, смотрите, какие художества рисуют. Вот могли бы хотя бы в таком стиле тоже все нарисовать, чтобы как-то гармонично смотрелось. А то у нас... Стас вон гуляет. Мы с Дашей гулять пошли. А то у нас такие светленькие дома бежевые, смотрите, везде. И вот такая вот хрень просто нарисована. Там у нас садик в светло-зеленых тонах сделан. Тоже такой весь позитивненький. Ну, будка эта, блин, это жесть просто, вот честно. Эти черные пятна какие-то. Я не знаю. Еще, кстати, этот парень, который здесь рисовал эту будку, разрисовал. Он уронил ведро с краской возле третьего подъезда у нас. И краска вся вылилась. Там сейчас огромная просто лужа из краски. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Чего ее тащишь? Она хотела на камеру попозировать, а ты ее тащишь. А здесь рисует картину с фрески создания Адама. Вот, видите? Мне кажется, должно получиться просто неимоверно красиво. Будет просто обалденно. Я прям жду не дождусь. Татуху на ногу, Татуху на ногу. А? Татуху? На ногу. Ну да, кстати, она прикольно посмотрелась такая. А я себе другую нашел на другом доме, да, Татуху? Да, но я еще не показывала Татуху. Как мы ржали, что там гонщие собаки? Там гонщая собака очень красивая такая сделана, нарисована. Просто далеко от нашего дома нужно пройти. Нарисована гонщая собака. И Стас говорит, я хочу татуху, гонщую собаку. А что там мы там ржали? Типа он говорит, гонялся, гонялся всю жизнь. Я говорю, а потом рядом наколем еще какую-нибудь собачку и напишем, что это я. Типа остановился. Да, или что мы с тобой ржали там? Ржали прямо это. Прямо что-то захохатывались. Да, чуть сердце не остановилось. В общем, ребята работают. Там тоже ребята работают, продолжают. Но вот эту будку уродскую, я не знаю. Мне кажется, я сама ее ночью пойду и закрашу. Слышь, Стас? Да возмущаюсь, что будку эту уродскую там нам изродовали все. Чего я прицепилась, потому что я не хочу на это убожество смотреть. На садик. Да, кстати, смотрите. Ой, чуть пальцами в камеру срезала. Садик, видите, какой построили. Уже, мне кажется, к 1 сентября его запустят. Ну вот я думаю, можешь пойти мне в садик работать. Думаешь, детей буду объедать, поэтому уволят. Ну садик очень красивая. За садиком еще школу подняют. Вдоль реки. Постать, мой парень. Он будет два раза. А еще мы со Стасом сжали. Он говорит, ты будешь свои каналы переименовывать? Ну типа Ши, Шихова же, старая фамилия. Я говорю, тогда сделаем канал Нина По. Я говорю, ну как-то не звучит? Нина По По. Короче, Нина По По не звучит. И потом я говорю, может местами поменять будет Пони. Он говорит, ага, Нина Канина. Говорит, назови один канал Нина, второй Канина. И будешь всем говорить, всем привет, подписывайтесь на мои каналы Нина Канина. Но это же только наш. Я ему говорю, тогда у тебя канал будет называться Мужик Нины Канины. Я не знаю, мы, короче, мы со Стасом ржали до трех часов ночи. Пришли соседи, давай долбиться к нам. Просто долбились к нам в дверь, говорят, что вы ржете? Мы им рассказали. Они с нами до пяти утра ржали. Приехала полиция. Им рассказали. Ржали еще они, короче. Ой, весь дом у нас ухохатывался до слез. Я даже сейчас вспоминаю, мне прям этот... Короче, ржака была. Так что напишите, как вам название Нина Канина. Ну, стоит ли переименоваться? Ну, мне кажется, стоит переименоваться только ради того, чтобы у Стаса канал назывался Мужик Канины. Ну, вот этот рисунок мне очень нравится. Смотрите, какой яркий. Рядом с детским садиком. Мне кажется, дети точно бы оценили. Я говорю, тут такое ощущение, что вот этот рисунок какой-то любитель компьютерных игр рисовал. Там рисунок, который у нас с космонавтом. Наверное, какие-то неизбывшиеся мечты по поводу полета в космос были. А вот этот рисунок с кубиками, вот такой, который Стасу нравится, мне не нравится. Я говорю, это рисовал человек с явными проблемами. То есть, вот для меня, знаете, ассоциации. Здесь кубики, типа, он по ним забирался, забирался, а сверху его проблемы накрывают, давят, и он не может с ними справиться. Но это вот у меня как-то такие ассоциации вызывает эта картина. Вот. Так что вот так вот. Такие ассоциации она вызывает у вас. Но вообще, из всех мне нравится, которые вот рядом с нами находятся, это вот эти верблюды. Они очень качественно прорисованы. Мне кажется, очень гармонично с расцветкой как раз дома сочетается. Смотрите, как. Прям обалденные. И еще классные, где собаки гончие. Они мне очень сильно нравятся. Но до них идти... Сейчас я вам покажу, докуда. Ткну пальцем, если отсюда видно будет. Короче, это как вот до участковых, и еще три раза столько же идти до них. Вот. Но кубики эти вообще что-то мне как-то угнетают. Даша, не стыдно? На маленьких не стыдно так лаять? Хулигаша. А, хулигашка. Вот у нас Даша. Гроза района. У нее погоняла Дашка дыроков. Ее тут все знают, боятся. Ой, старуха от страха просто готова этот... Залаять и грозит всем своим одним зубом. Такая смешная дурында, блин. Вообще... Ну куда идем-то? Мы за тазиком пойдем? Нет, завтра поедем. Завтра поедем за тазиком. Нам нужен тазик. Тащить его не входит. Не спрашивайте, зачем мы вам не расскажем. Просто некогда объяснять, нам нужен тазик. Первому, кто догадается, зачем нам нужен тазик, напишет в комментариях, я передам персональный огромный пламенный привет в следующем видео. Продолжим снимать болталку. Я не могу. Нет, тут грязь. Пошли, там сухо теперь открыли. В общем, хотела попрощаться с вами, сказать всем пока-пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Мы пошли дальше гулять. И будем сейчас доснимать болталку на канал Стаса. Мы ее уже почти отсняли. Сегодня случайно, вообще случайно получилось. Мы даже сами не ожидали, поэтому заходите к нему. Мы планировали, как всегда импровизировали. Да. Поэтому заходите к нему на канал. И... Не к нему, а к тебе. Не, к тебе на канал. Это же мой канал. Чего он мой-то? Я просто это, как это говорят, лицо компании. Меня используют. Заеду. Ну, не только зайду ученышку сразу. Ну, да, да. То второе не буду говорить вслух. Не говори. Не обязательно всем об этом знать. Что значит, что ученый. Я не продаюсь. Да. Ни в какие деньги. Да, мне недавно предлагали рекламу. Я сказал нет. Короче, заходите на канал Стаса. И смотрите болталку. Про спорт и не только. Всем пока-пока. А-а-а. Не дружу, говорю этот. Стас, говорю, давай продолжение снимать будешь. Он говорит, да, буду. Я говорю, блин, мне взяли держалку-палку. Говорю, мне рука устанет держать камеру. А он такой говорит, да я недолго. Часа три, говорит. Поболтаю. Так что ждите трехчасовое видео. Результат нашей прогулки. Пошел дождь. Мои белые кроссовки. У Стаса его черные кроссовки. И вот наши ее белые кроссовки. Вы посмотрите, ухряпанные все. Сейчас все будем мыться.